Пока все дома. Мы соблюдаем рекомендуемые дистанции в 2 метра и расскажем вам, кем отличаются краси от кальций. Рассказывать будем мы только не про декоративные формы, а про декоративные формы. Китай мне казалось очень удивительным, что большого по площади Китая занимались разведениями маленьких золотых рыбок. А вот за невольцом в островном государстве Японии пытались вызвать бойцы кальций. Андрей, расскажите, чем отличаются кальций от карате и на примере наших рыбок. Если взять любого каранца, то мы сразу заметим, что у него ровная форма тела и практически отсутствуют у него усы. Карпы более массивной головой и огромными торчащими в уголочках карта усами. Зачем ему нужны такие усы? Для того, чтобы найти себе пропитание именно на вкусности. Потому что он не только с поверхности собирает корм, который упал. Ну и также со дна хватает перемалывать ил для того, чтобы найти там беспожорную. Ну то есть карп очень прожорливый, да? Очень прожорливый и на свои чавкающие звуки его назвали дочной синей. А еще за то, что он может очень быстро расти и достигать больших размеров. Насколько крупно может вырасти карст? Ну, примерно до одного метра карпы вырастают. И самое главное, что в отличие от карасей, они долго живут. Так кто является предком золотой рыбки, а кто является предком карпа коя? Предком золотой рыбки является серебряный карась, а предком карпа коя являются дикие сезоны. И тот и другой вид рыб обитают на территории Самарской области? Конечно. Ну, хорошо. Надеюсь, что скоро карантин, занавес карантинный поднимется и все смогут выбраться на природу и поймать такого карася. Свою золотую рыбку. Свою золотую рыбку. Свою золотую рыбку.